Хусейн Джамбетов, это человек, который уехал, перебежал из Украины в Россию, испытывая чувство страха, я продолжаю ждать. Что-то Хусейн Джамбетов на связь не выходит, никаких признаков попыток как-то со мной выйти на связь, согласовать со мной проведение. То есть Кадыров, он абсолютно выдумал всю свою историю, начиная от мастера спорта по боксу, заканчивая разгоном полторы тысячи муджаидов. Вообще вот все, что он рассказывал про его участие в боевых действиях, это все абсолютно его выдумки, это сказки. А вот у Яводаевых там как бы реальные истории, это люди, которые реально участвовали в каких-то боевых действиях, даже были командующими в каких-то направлениях. До последнего наше командование не хотело верить в их предательство, понимаете, насколько они как бы отличаются в этом плане от Кадырова. Я видел высказывания Дудаева, он еще тогда говорил про Крым, Украину, русизм, Дудаев настоящий герой. Да, Дудаев тогда очень четко, конечно, все эти процессы, прям предсказал, можно сказать. Малхи, ассаламу алейкум, брат, марш воггил, му ю хамокшалу алейкум, ассаламу арамату а баракату, брат, малхи, альхамду лиллах, мокшал, дикю, сусу, дикву, все хорошо, баракаллаху фейк, брат. Ассаламу алейкум, брат, это Митрандир Эрландур пишет, и всем достойным. Марш воггил видел, что Джамбетов ответил, он будет сегодня в эфире, или алейкум ассаламу арамату а баракату. Я тоже видел ответ Джамбетова. Это скорее какая-то даже угроза с таким намеком он написал. Он, смотрите, выложил, значит, видео у себя на канале. Нет, давайте, может быть, кто-то не в курсе всей этой темы, я немножко сначала расскажу. Значит, Кусейн Джамбетов, это человек, который уехал, перебежал из Украины в Россию, он как-то раз провел эфир у себя в телеграм-канале, и в этом эфире он звал меня. Типа, где Тумсо, Тумсо, пусть, типа, приди, там, задай свои вопросы. Но я в этом эфире не присутствовал, уже в конце эфира я подключился, там было две с лишним тысячи человек, естественно, там уже он, наверное, и не видел даже, что я подключился. Соответственно, короче, никаких вопросов я ему, естественно, не задал. И вот после этого я, значит, опубликовал у себя в телеграм-канале обращение к нему на членском языке. Я сказал, я слышал, что ты меня звал, если ты хочешь, как бы, со мной поговорить, а у меня есть действительно к тебе вопросы, и если у тебя есть ко мне вопросы, давай, как бы, ты выйди на связь. Я с тобой на связь выйти не могу, так как я у тебя на канале посмотрел, никакой там обратной связи у тебя нет. У меня есть обратная связь на канале. Свяжись со мной, давай определим время, место, правила и, значит, дискутируем. После этого, по-моему, прошло дня два, он мне не ответил вообще никак. Я, значит, после этого выложил уже его этот зов ко мне, где он меня зовет. Кстати, давайте я вам дам прослушать, чтобы это не было голословно. Вот так он меня звал. Вот так он меня, значит, зовет. Я ему на это говорю, ну, ты же меня звал, давай уже выходи на связь. Если ты на связь не выйдешь, люди подумают, что обладатель, как это он, Омар, да, как это перевести на русский? Обладатель приказа, наверное, вот так надо. Короче, подумают, что Рамзан Кадыров не дал тебе разрешение на связь со мной, поэтому ты давай уже выходи на связь. Сказал я ему, значит, в своем обращении. И вот он, значит, выкладывает вот такое видео у себя на канале. Ну, короче, не знаю, видите вы это или нет. Вот такое видео выкладывает. Это отрывок из моего видео, где я развел Кадырова как лоха, претворившись, что я в коме. Он, значит, это выложил и написал. «Хусейн тебя услышал, он тебе ответит». И, в общем, это прозвучало угрожающе. Я испугался, но испытывая чувство страха, я продолжаю ждать. Что-то Хусейн Джамбетов на связь не выходит. Никаких признаков попыток как-то со мной выйти на связь, согласовать со мной проведение эфира, голосового чата или чего-то в этом роде. Ничего подобного не было. Может быть, он очень сильно занят. Подождем, посмотрим, хватит ли у них смелости на то, чтобы действительно подискутировать, выслушать вопросы, ответить на эти вопросы. Посмотрим. Если бы вместо Кадырова был бы Ямадаев в Чечне, какая обстановка была бы, имею в виду вчера. История не терпит таких сослагательств. Откуда мы знаем, что бы было? Я лишь скажу, что мало чем ямадаевцы отличались от кадыровцев. Ямадаевы отличались от Кадырова в плане их преследования мусульман, в плане нетерпимости к исламу. Все эти моменты у них, они в этом абсолютно одинаковые. Ямадаевы не лучше Кадырова, чтобы вы понимали, для нас, для мусульман, для людей с какими-то иными взглядами, допустим, политическими, я имею в виду. Но чем они реально отличались от Кадырова, конкретно, тем, что те были участниками очень многих событий. То есть они во времена первой российско-членской войны они воевали, они непосредственно сами были участниками боевых действий. То есть у них был какой-то реальный опыт. Это люди, которые не придумывали свои истории, понимаете? То есть Кадыров, он абсолютно выдумал всю свою историю, начиная от мастера спорта по боксу, заканчивая там разгоном полторы тысячи муджаидов. Вообще вот все, что он рассказывал про его участие в боевых действиях, это все абсолютно его выдумки, это сказки. У него нет ни одного видео, фото, где он был бы на позиции, в окопе, участвовал бы в каких-то там боевых действиях. Нет ни одного боистолкновения, в котором он был бы участником. То есть ничего этого не существует. Это все плод его воображения, его фантазии. А вот у Ямадаевых там как бы реальные истории. То есть это люди, которые реально участвовали в каких-то боевых действиях, даже были командующими в каких-то направлениях. И надо сказать, что до момента, пока их предательство было уже очевидным, то есть для многих амиров там, но они все равно оставались. То есть до последнего, пока они явно не перешли уже на сторону России, пока они не сдали Гудермеский район, весь этот сектор, они оставались командующими. То есть до последнего наше командование не хотело верить в их предательство, понимаете? То есть насколько они как бы отличаются в этом плане от Кадыровых. Но сказать, что они были бы лучше, они были бы мягче, они были бы менее кровожаднее, нет. Это навряд ли в этом плане. В плане ненависти своей к нам они абсолютно ничем не уступают Кадырову. Так, немецкий солдат, германский рейх. Бро, Кафиров это кукла, в которой куча бесов сидит, как и все это окружение. Им все равно в течение 10 лет придется уйти в огонь ада, где они будут топкой. А тебе, бро, здоровья и милости Всевышнего Бога. Благодарю тебя, немецкий солдат, германский рейх. Правда, я не знаю, почему ты 10 лет определил. Наверное, у тебя есть какая-то аналитика по этому поводу. Эх, шбату, ассаляму алейкум всем достойным. Тумсо, все видели видео, где Кадыров призывал задавать ему неудобные вопросы, что он ищет и готов выплатить денежное вознаграждение. Вопрос, за что убили Эдилова. Салап, марш лоэл. Алейкум ассаляму раматулла баракату. Хороший вопрос. Хороший вопрос, на который Кадыров не ответит. Никогда либо соврет, либо не ответит. Уж больно грязная эта история. Очень неприятная для Кадырова. И всей его семьи. Я видел высказывание Дудаева. Он еще тогда говорил про Крым, Украину, русизм. Дудаев настоящий герой. Да, Дудаев тогда очень четко, конечно, все эти процессы. Прямо предсказал, можно сказать. Сейчас, когда смотришь в это выступление 90-го какого-то там года, 94-го, в каком он году это говорил. Ну, короче, первая половина 90-х это в любом случае была. И просто удивляешься тому, насколько давно у них были эти планы у России. Как четко Джагар это все понимал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok